Девочки, а вы знаете, полнечит зубки у нас. Да, правильно, стоматолог. Все игрушки в Губкинском детском саду номер 36 будут здоровы. Плюшевым и пластиковым пациентам помогут начинающие врачи. А заодно узнают, как работает организм человека. Что такое профориентационное детство? Это когда ты в детском саду не играешь машинками, куклами, а в твоём арсенале вот такие глаза фронтенштейна, раскладное сердце, желудочки, артерии, всякое такое. Ну и естественно, ты дантист, лечишь кариес. Игровое и развивающее оборудование от фонда поколения Андрея Скотча также получили ещё два детсада, 19 и 28. Это мы рассматриваем как пилотный проект. Мы уже сегодня понимаем, что мы эту программу продолжим. На перспективу уже ещё семь детских садов будут получателями подобного оборудования. Закупив оборудование и вовлекая детей в игровой форме, учленяя интерес у детей, у которых, может быть, определённо есть предрасположенность к теме медицины, к теме здравоохранения. Мы можем таких детей выявить, обнаружить, ну и, что называется, за ручку дальше сопровождать. Ранее с участием родителей здесь уже создали медкласс. Воспитатели разработали тематическую программу, так что новое оборудование очень кстати. Может быть, да, не все, конечно, воспитанники станут врачами, но ещё какой, например, от этого плюс, они перестанут бояться врачей. Потому что, вы знаете, что как бы и дети, даже взрослые порой со страхом заходят в кабинет врача. А это им поможет этот страх преодолеть. Вместе с самой ранней профориентацией муниципалитет успешно воплощает и программу школьной подготовки будущих врачей. Старшеклассники стремятся к поступлению, а затем и работе в медицинских учреждениях области. Оксана Черных, Сергей Лихвер. Такой день на мире Белогорья.